Все выходные дни центральные телеканалы страны показывали массовые рейды федеральных служб по торговым сетям российских городов. Были такие рейды и в Брянской области. Крупные магазины посетили работники прокуратуры, Роспотребнадзора, сотрудники антимонопольной службы и службы статистики. По итогам этих рейдов при правительстве Брянской области за закрытыми дверями прошло расширенное заседание. Зато ситуацию с розничными ценами на продукты согласились прокомментировать в Брянск-Стате. Статистика утверждает, что цены повысились практически на все продукты питания. Больше всего цены скаканули на овощную продукцию. Лидирует капуста белокочанная. Цена за килограмм которой доходит до 40 рублей. Но в принципе плодовочная группа это сезонный товар. И зимой она, как правило, все время дорожает более чем остальные продукты. Но для этого года все-таки характерны более высокие темпы ее подорожания. То есть она дорожает, например, быстрее, чем в декабре-январе прошлого года. И одной из причин здесь может служить то, что, к сожалению, к этому времени года у нас уже не остается капусты, выращенной в нашем регионе. И все, что реализуется в торговых организациях на сегодняшний момент, это уже привозной овощ. Но цены растут и на доморощенный овощ, который картофель. Картофель тоже дорожал и в декабре, и продолжил дорожать в январе нынешнего года. Его цена сложилась на уровне 23 рублей. И с начала года уже почти прирост на 14%. Мы имеем по картофелю. Морковь подорожала почти на четверть с начала года. Лук репчатый почти на 29%. И цена на лук репчатый 29 рублей 42 копейки, а на морковь это уже 26 рублей 40 копеек. Опять же, обращаю внимание, что это средняя цена, которая складывается из, как правило, 7-10 зарегистрированных ценовых котировок. Про привозной товар это не про картофель, хотя здесь нашли другое объяснение. И снова повинен высокий курс доллара. Во всяком случае, уже наши местные производители стали задумываться о будущей посевной. А им предстоит приобретать средства по уходу за картофелем, средства по борьбе с насекомыми, вредителями по картофелю. А это только, в общем-то, импортные товары, поэтому им надо как-то уже сейчас сделать себе небольшую подушку безопасности. А вот почти 40% рост цен на тепличные культуры никого не удивляет. Огурцы у нас уже стоят порядка 150 рублей в области, а помидоры уже больше 182 рублей. И подорожали они с начала года, вот, соответственно, 32% дал прирост огурец тепличный, и более 36% подорожали помидоры. А теперь что мы по группе товаров, которая, так сказать, была собрана и упаковано, начиная с весны 2014-го и до осени 2014-го. Это подсолнечное масло, это крупы, которые были убраны, упакованы и сделаны все это еще летом, осенью 2014-го. Но они резко подскочили в ноябрь-декабрь и продолжают дорожать. Продолжают, да, совершенно правы вы, потому что, например, вот у нас сахар подорожал в декабре месяце на 18 почти процентов, и уже за истекший период января еще подорожал на 11%. И его цена уже теперь у нас в районе 50 рублей. Никто не объяснил солидный рост цен на отечественное подсолнечное масло, крупы и молочные продукты. Продолжает оставаться ситуация нестабильной с подсолнечным маслом, вы совершенно правы. Так, оно подорожало уже с начала января почти на 7%. И средняя цена за литр сложилась на уровне 80 рублей 49 копеек. Немного снизились темпы роста на крупу гречневую. То есть она в декабре у нас дорожала значительно быстрее. Вот сейчас темпы ее удорожания снизились. И, в принципе, вот с начала года крупа гречневая подорожала только на 1%. Но при этом ее цена сложилась на уровне более чем 52 рубля, но к ней более высокими темпами стал подтягиваться рис. Из почти что 30 наименований социально значимых продуктов питания цены не выросли только на хлеб и соль. В общем, будет чем встретить гостей. Алексей Есипенко, Владимир Шлободов, телеканал РЕН-ТВ, Брянск.